кто из вас знает этого кота давайте что никто не знает что это за код в общем те кто присоединился к космосу 2012 года конечно вы должны узнать это так называемый волк это фасмин с уход великолепия это такая своеобразная награда которая прислаждалась людям в сообществе openstreetmap которые что-то сделали такое относительно великое в масштабах openstreetmap то есть скажем когда ричард феррифрёст сделал сайт switch to smorg на который мы отправляем всех кто хочет перевести свой бизнес на openstreetmap кто-то добавил в список номинантов на волкота ричарда и он некоторое время висел на главной странице нашей вики когда сара хоффман сделал номинацию ей также присоединили кота что это означает что они просто некоторое время висели на главной странице вики говорили где был написан что они такие крутые как бы они что-то сделали вот то есть это такая вики ну премия вики вики проекта то есть чем хорошо то что это было вики что любой может прийти и дописать кого-то в список и его автоматически становится награжденным этим котом вот изначально идея была именно в этом что дайте покажу выглядит собственно такой списочек начиная с 2007 года вот люди получали причем удивительно что люди которые как бы здесь они до сих пор в проекте они получают там спустя 3-4 года вот то есть в чем была идея что есть страница вики и там каждую неделю скажем кто есть приходит и вписывает там человек который что-то делает вот то есть поскольку сообщество openstreetmap как было так примерно остался и между собой щекам вот все знают то что делает потому что все колачиваются на форумах рассылках там чатиках вот то и вот просто такой прикольный способ рассказать о занятиях друг друга вот и дать какое-то признание потому что когда себя вносят в список награжденных эти премии это вот довольно прикольное чувство которое заставляет продолжать заниматься вот у этой штуки есть две проблемы во-первых хотя они начинали присуждаться примерно каждую неделю частота медленно увеличивалась и скажем в десятом году присудили премию только три раза в одиннадцатом году только тоже три раза в двенадцатом один раз в тринадцатом один раз вот то есть судя по всему с ростом сообщества openstreetmap поскольку это единственная премия в сообществе такая оставалась вот то люди начали чувствовать что как бы ее вес на самом деле очень большой потому что это единственное что единственная награда которую ты можешь получить если что ты делаешь openstreetmap вот то есть тебя уже сравнивали не с другими там пятью программистами openstreetmap с другими пятистами программистами уже непонятно достоин или нет вот а вторая проблема что в сравнении с программистами то есть если посмотреть 90 процентов премию вручали за какой-нибудь код за номинатием за аутентификацию за настройку слоя мафника за openstreetmap так вотч то есть чтобы получить вам нужно быть программистом разбираться модель данных openstreetmap работать над функциями ядра над сайтом openstreetmap над рендерингом вот и сделать так чтобы все поверили что вы делаете хорошую работу и это очень странно потому что большая часть сообщества openstreetmap на самом деле не умеет программировать у меня ушло два года на то чтобы это понять вот и собственно это премия закончилась примерно в 2019 году четыре года назад потому что ее банально перестали присуждать что еще было в 2012 году как бы мне достать о переходим в россию в 2012 году Женя Зелинский вместе с еще несколькими участниками русского сообщества придумали что нам неплохо бы иметь ачивки то есть те кто играет в xbox или в целом в курсе того что происходит в играх происходило еще четыре года назад вот то в играх часто за какие-то достижения там дают ачивки то есть медальки вы построили первый домик вы убили первого врага вот и Женя предложил то же самое сделать в openstreetmap то есть он вместе с еще там полудюжный картограф начали писать список таких ачивок которые можно выдавать картографом то есть тем кто рисует в openstreetmap не программирует а именно вот тем 95 процентам участников openstreetmap которые не умеют программировать а умеют зато в джосме или в потлаче нынче в ID обклацывать спутовые симки выходить на улицу то есть и соответственно они придумали целую кучу разных вариантов но поскольку ачивки должны иметь короткое прикольное название тот лесничий водяной там когда кто рисует много воды вот турбанист почтальон понятно много адресов огораживатель заборами качок спортивный паи электромонтажник в соловей разбойник ограничения скорости и в общем реально длинный длинный список ачивок который можно можно ввести в 8 вот непонятно как это делать некоторые здесь очень сложно отследить но это мысль в правильном управлении то есть давайте награждать примерно всех кто есть в openstreetmap какие-нибудь маленькие премии и они могут соревноваться между собой по количеству ачивок то есть нарисовал домики отлично там рисую здание гаражей там заводы и так далее вот с ачивками ничего не случилось их составили в мае что и 12 года в сентябре про них уже все забыли вот потому что чтобы сделать ачивки как и в принципе все остальное нужно что нужен программист программистов мало поэтому переходим до другой новости из 2012 года в 2012 году представительствах погиб член на основе foundation и член рабочей группы по лицензии и это было странно печальная история в том что после этого мы решили ну мы как смф фонда посетят сделать фонд имени ульфа мюллера который который мы собираем средства деньги вот который должны были теоретически капать в отдельный фонд ульфа мюллера на практике они капали в общее ведро пожертвования для поставить на вот и эти средства должны были идти на премию имени ульфа мюллера который как бодро написали в блоге будет ежегодно награждаться человек который внес ценные вклады лопасты да то есть получается такой лол код который награжается раз год один человек вот это мы конечно писали не подумав у меня еще в том что вот появилась идея какой-то ежегодной премии опыт средства и мы будем говорить что вручение первой племии вы сказали состоится в мае 2013 года как вы понимаете до сих пор ни разу не было ни одного вручения как в общем-то нет и фонда вот то есть вот была такая идея и время от времени примерно раз полтора два года нам напоминали что вы помните вы говорили про премию имени ульфа мюллера может быть вы выручите вот я не знаю что приходила на специальный имейл на который нужно было присылать номинации я подозреваю что до пришло родной в описи потому что люди опыт стрит мэп неохотно общаются с другими людьми и тем более неохотно признают заслуги других людей чтобы их номинировать особенно конец никакого шаблона то есть одно дело когда вам дали список из трех человек рядом с которым написано что они сделали там ну ладно давайте второго совсем другое дело как я дали список из 400 тысяч часиков опыт стритмэп и выбери одного который достоин премии вот значит в прошлом году я блатировался в совету smf и хитрости прошел вот и в числе вещей который написал для совета что хочу заняться я перечислил собственно эту премию то есть дал ссылку на блог и суть в том что мой план на ежегодной конференции state of the map этого года который будет 25 сентября занять там 20 минут их времени и реально устроить церемонию награждения выдающихся осмеров вот причем не не лол котом потому что котов самолеты скорее всего люди не смогут взять вот а ну просто типа дипломами или медальками я еще не решил вот но суть в том что и программистов и картографов и людей которыми которым лениво рисовать карту и лениво работать джосом но они отлично там собирают других людей которые рисуют карты программируют а вот то есть как-то комьюнити лидеров вот и организации которые там вносят вклад в развитие openstreetmap потому что у мэбокса до сих пор нет ни одной премии связанной с openstreetmap например ну да я составил небольшой план по времени как как я успею 24 сентября вот и 24 июля у меня план собственно финализировать список номинаций и собирать уже собственно номинантов на эти плены вот то есть сейчас то есть примерно вчера я начал составлять список вообще за что хорошо бы награждать людей то есть список номинаций на что я смотрел прежде всего это наша российская народная кинопремия жорж кто знает что продают кинопремию то есть нет смысла спрашивать кто голосовал я уже 45 лет не голосую конечно вот то есть это реально кинопремия которая возникла из ниоткуда то есть собрались четверо или пятеро кинофанатов людей кто просто очень любит кино из россии ну они по сути кинокритики но это не имеет никакого отношения вот и решили а давайте учредим кинопремию который будет во-первых приз и этот приз за него будут голосовать люди из интернета то есть никакого там экспертного совета вот и потом мы призы будем вручать их номинантом даже если будет брэд питт мы как бы съездим в америку и вручим премию и покажем в интернете и все будут все будут радоваться вот и примерно так и произошло то есть они сделали премию с несколькими номинациями те кто смотрит оскар и прочие вещи те примерно знают что номинации в общем на всех кинопремиях примерно одинаковые там драма года экшен года там актеры турбежный актер там российский актер вот ну такие довольно стандартные номинации плюс спецприз от организаторов и от организации в троге вот то есть как он это премия проходит примерно в феврале они объявляют список номинаций и запускают прием заявок ну свободный как бы тех кого можно наградить то есть опять же ничем не ограниченный список можно ввести там на российского героя года любимого русского актера и он там добавится в лонг-лист вот после этого примерно в марте они закрывают прием на лонг-лист и выбирают пять-шесть номинантов на каждый на каждую номинацию то есть герой год это вымышленный герой пришел холмс там бильбу бэггинс такое и открывают шорт-лист и уже непосредственно голосование по пункту это самая массовая часть премии что все вообще кому интересно кино в интернете и те кто смотрит сериалы в интернете все они заходят на этот сайт и выбирают те кто иные более вот то есть суть том что экспертный совет здесь как бы участвует только вот в прореживании лонг-листа а все остальное делают пользователи интернете такая абсолютно честная премия каждый голосующий подтверждается по имейлу поэтому нет накруток надеюсь и собственно побеждают люди которые за которых реально проголосовало большинство вот они здесь цифры даже вот и что происходит в конце после того как голосование закончилось победил искать йоханссон вот раньше они просто объявляют интернете сейчас они проводят в москве церемонию награждения куда приглашают русских актеров и прочих медийных лиц вот и русским сразу там вручают и статуэтки золотой жорж к тип матрешки вот а тем кто не смог приехать без конец он они отправляют гонца и вручают лично в руки и делать фотографии как они вручают то премию вот и всем прикольно то есть такое крутое развлечение в я хочу сделать то же самое опыт стритмейт почти по тем же самым лекалам это примерно странно ульяновской премии где тоже интернет мы не граждали глянцы журнал года вот то есть я по сути составляю список список номинаций разберусь я собственно уже привел вчера страничка вот и какие могут быть номинации то есть поскольку я программист мне сразу голову приходят мысли чем можно игре и какие проекты какого рода можно наградить или программистов там например новый карта стиль то есть человек который знает таймил карта css он сделал карта стиль поднялся чтобы проверить вот или новая библиотека делал по стритам человек знает как он строит вот ну в общем я программист поэтому могу придумать номинацию для программистов вот но я понимаю что должен для всех поэтому я разделил номинации потенциальные на четыре части технические номинации картографические картографы и комьюнити лидеры вот дальше номинации организации проектов то есть какая-то номинация где мог бы победить но бокс или спутник или кто-нибудь там еще либо гуманитарная команда либо там какой-нибудь проект там то есть скажем вариант номинации что мастерский импорт то есть самый удачный импорт который был проведен в постраду знает вот мы все знаем что в нас есть победит команда картографов зимой бокс и спецпризы как в джорджа там есть два приза от организаторов и от компании фильм зву так и здесь может быть спецприз например от совету smf вот но бокс может как бы организовать собственную премию или гуманитарная команда например наградить студента голосом в код который больше всех помог проект вот и сейчас работа заключается прямо в том чтобы придумать как можно больше номинаций что потом их проведить и подготовить уже голосовал то есть завтра послезавтра я опубликую в рассылке смф-толк в рассылке членов фонда openstreetmap но возможно у вас появятся какие-то идеи которые я мог бы добавить список вот коротко потому что я тут уже есть технические номинации конечно начали списка этот учебник потому что у нас программисты не любят писать документацию и очень редкие хорошие учебники и это явно нужно давать премию инструмент контроля качества ревертер это мониторинг все такое вот self-drawing map как self-driving car знаете то есть это карта которая рисуется автоматически распознавание дорог на картах там всяких лесов озер или построение дорог по трекам такие вещи как они требуют мешать вот новые спутниковые аэроснимки то есть за то что кто-то договорился и выдели снимки вот вещи связаны с базовых данных за лучшее использование overpass api то что я вижу что в чатике люди с overpass api делают там вообще космические вещи новая библиотека новый проект навигация вот это технически этого вы все понимаете вот номинации сообщества микромаппинг это первая вещь которые предложили в чатике вот так же как истерично за лучший 3d домик вот но вы понимаете что если мы организуем номинацию за лучший 3d домик это самый детальный домик то карту после этого выйти узнать ну против микромаппинга ничего не имею то есть такой человек угорает на микромаппингу и нарисует все сонные люки в своем районе ну офигенно вот за самый хороший пропозавал вики мне очень нравится спор его при пропозавах то есть ему государство то есть была недавно новость что в мексике там пришел президент и похвалил openstreetmap за 5 демонстриги вот такого рода то есть за то что привел президент в openstreetmap вот технический блок картографический блок то есть новостной блок за за блогерство то что это сложная вещь за метками за общественный транспорт артем предлагал зарисование там всех автобусов в городе или как недавно в какой-то в непале по-моему сделали печатную карту собрали все маршруты местных автобусов там не было карты до этого распечатали ее в количество там нескольких тысяч экземпляров 50 тысяч и раздают жителям города задачи для осмеров участвовать еженедельные проекты сегодня рисуем все школы доверите все что связано даешься то есть это привлечение женщин в осм если кто-то привлечет женщин в русский осм вот уже хороший номинат да лучшая картинка и стим еще в зубик у нас вики проект каждую неделю интересная картинка связанная с осмом можно выбирать самую лучшую из них лучшее видео комьюнити-билдинг африка азия южная америка такие страны где плохо развитого посердно люди которые там стоят сообщества если у вас какие-то номинации вызвали идеи за что еще можно награждать то я буду рад услышать я здесь написал примерно 20 пунктов чтобы как-то начать работать по номинациям нужно иметь примерно 50 60 вот после этого из них уже может составить 20 более-менее приличных вот а поскольку я не думаю что я из организаторов стоит у зума вытрясу больше чем 20 минут то реально минации будет не больше 20 вот как главный условие критерий к номинациям что вы должны вспомнить хотя бы два человека организации или проекты которые можно этим нас это ежегодная премия которая вручается за вещь которые достигли в течение последнего года вот так что если человек что-то сделал 10 лет назад у него скорее всего уже есть лол-код вот какие-то вопросы еще по премиям восми или по истории восми или идеи давайте одну идею кто-нибудь сможете придумать ну да за лучшие выкопанные стали не реально у нас иногда выкапываются старые проекты типа опыт стрит который с аудитории менее 100 человек за год увеличился больше чем 10 раз один из самых популярных и быстро растущих не знаю как я сказал как бы критерий не критерий хорошей номинации что вы можете хотя бы 2 проекта которые могут чтобы людей был выбор между тем и тем то есть в идеале как премии джордж который показал на каждое мясо должно быть хотя бы пять номинантов чтобы если было еще выбрать то есть понятно что я могу придумать номинации чисто для себя там и для maps.me вот или там для любого из вас могу придумать номинации у меня сразу еще вопрос не будет ли какого что в каждом стране в локальном комьюнити есть список номинантов которых люди больше знают что глобальных все равно меньше чем какие-то конкретные премии локальные может быть имеет смысл разделять там премии только от облика сообщества они должны быть более локальными да ты прав в том что если сделать такие условные общие номинации то получится то же самое как с лолк о том что 90 процентов номинантов будут из великобритании которых все знают они люди из бразилии из перу которые реально работают и сильнее работают чем англичане мы просто никто не знает это надо подумать что с то есть я пока разделил только номинации при комьюнити билдинг по континентам но скажем за развитие локального сообщества вот скажем тот же общественный транспорт он как раз наиболее яркие проекты идут из из азии там из африки то есть из мест здесь именно именно суть в том чтобы эти премии нельзя было технически определить лидера то есть нету премии за для того кто больше всех домиков нарисовал потому что какой смысл такой премии вот здесь нужно чтобы сообщество чтобы каждый участник сообщества знал что от его голоса что-то зависит вот и чтобы те чтобы те кто получают эти награды они знали что как бы они победили не технически по очкам вот а что за них проголосовал очень много съемок сообщества то есть люди увидели сравнили как бы победители с другими и поняли что тот больше всех достоин у меня была идея что за самый тонкий троллинг но мне кажется сама эта номинация это был бы очень тонкий троллинг вот так что еще пара дней пока можно мне плюнуть сам обширное использование необычный используем вот в общем имейте ввиду я буду рад вашим предложением до 24 июля я вот придумываю список вот я пожалуй все